Итак, пятница, вы знаете, у нас такой день был счастливый. Мы все готовились отпраздновать День выпускников. Естественно, и я был занят прилично этими вопросами. Да и как-то откровенно скажу, получая редкую информацию о том, что происходит в России, в Ростове, на юге, я как-то и внимания особо не обращал. Ну, война идет, мало ли что там происходит. К утру, в субботу, с 8 часов утра мне уже поступает тревожная информация о ситуации в России. Через ФСБ и наш комитет госбезопасности мне докладывают президент Путин, хочет связаться, пожалуйста. Договорились полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Когда в 10 он выступил, в 10-10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и про противодействие этому, и понял, что ситуация сложная. Самое опасное, как я понял, это не в том, какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашиваю, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной раз он сказал, что это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова, ты знаешь. А на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было. Я говорю, ну вот видишь, не все так печально. В 11 часов, надо же, чтобы было эти телефоны найти. Я говорю, как с ним связаться, дай телефон. Он говорит, скорее всего, ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили. К середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. В 11.00 Путин меня предупреждал, не возьмет трубку. Он мгновенно снял трубку. Вот президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать. С Александром, в общем, буду, но я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор эйфория. У Евгения полная эйфория. Разговаривали первый раунд, минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных я потом уже проанализировал. Было в 10 раз больше, чем нормальная лексика. Ну, он, конечно, извинился и начал мне, я говорю, матерными словами рассказывать. А я думаю, с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры, так сказать. Ребята только с фронта. Они видели тысячи, тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные. Особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, ну, это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководили штурмовыми отрядами и видели эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда, в Ростов, в таком полубешенном состоянии, я с ним веду этот диалог. Я начал уточнять. Я говорю, ты что, убил кого-то там из гражданских, военных, которые тебе не противостояли? Александр Горькович, я вам клянусь, мы никого не тронули. Мы заняли штаб. Вот я тут, нахожусь там и так далее, и так далее. И это оказалось правдой. Это было очень важно. Заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули. Я говорю, ты что хочешь? Ну, Путин мне, естественно, рассказал в разговоре требования их. Я ведь ничего, Александр Ильич, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным. Я говорю, Женя, никто тебе, ни Шойгу, ни Герасимова никого не отдаст. Особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться, по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки. Молчит. Но мы хотим справедливости, нас хотят задушить, мы пойдем на Москву. Я говорю, на полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска, мне об этом Путин долго говорил, отвлечены на соответствующем фронте. Подумай, говорю об этом. Нет, вот такая эйфория. Долго я его убеждал. И в конце сказал, знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Ну, на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И как в 41-м, ты же книжки читаешь. Мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные. Следующими были мы. Нужен триггер. Нужен вот этот спусковой крючок. И он появился. Кто такой Пригожин? Это очень авторитетный сегодня человек в вооруженных силах. Как бы кому-то это не хотелось. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема. Не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Потому что потом никаких переговоров не будет. Эти ребята, они пойдут на все. Тоже можем замочить. Но тысячи, тысячи погибнут мирных людей. И тех, кто будет противостоять вагнеровцам. А это самое подготовленное в армии единица. Поэтому прежде чем мочить, надо подумать, а что будет завтра. Надо посмотреть дальше своего носа. Что будет. Особенно ура крикуна, которая сегодня топчется на этой теме. Пойдем на Москву. Нам нужна справедливость. Мы воевали. Мы честно воевали. Вы же сами знаете, как мы воевали. Знаю. Но началась конкуренция между армией, как он сказал, и нашим подразделением. Нездоровая конкуренция. Межличностный конфликт между известными людьми перерос в эту драку. И вот тут я еще хотел бы сделать одно замечание. Ни в коем случае не делать из меня героя с Путина и Пригожина. Потому что мы прошлепали эту ситуацию. Мы ее упустили. А потом, когда она начала развиваться, мы видели и думали, что рассосется. И я, и Путин. Но, тем не менее, оно не рассосалось. И столкнулись практически два человека, которые воевали на фронте. Я опять же в этой теме, в этом котле был постоянно. Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Шойгу здесь бывал не единожды. Мы с ним вели очень серьезные переговоры. Генерал Хренин с ним встречался не единожды. И мы спокойно поддерживали, чем могли. А могли многое и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать. Ну, а Евгений Пригожин, естественно, в этом отношении ему можно понять. А добавить, что он человек такой, как и Шойгу. У них характер одинаковый. И очень импульсивный. Вот и началось. Разговаривая во второй или третий раз, я его предупредил. Я уже вижу, что он готов отступиться. Но я его предупреждаю, Евгений. Никакого кровополития. Как только ты нарочно-ненарочно убьешь хоть одного человека, особенно гражданского. Все. Никаких с тобой переговоров не будет. И я с тобой разговаривать не буду. Он мне поклялся. У нас вот такой цели нет. И я вам кляну, что этого не будет. Переговоры шли в течение дня. Шесть или семь раундов этих переговоров. Я свою позицию высказал. Больше не звонил ему. Шесть раз, по-моему, он уже на меня выходил. Советовался, предлагал и прочее. И когда он мне сказал, Александр Ильич, я не буду требовать от президента, чтобы он отдал Шойгу и Герасимову. И встречи даже просить не буду. Я говорю, ну и хорошо. Это очень хороший шаг. Не надо в этой ситуации, напрягая обстановку, требовать неисполнимое. Я говорю, ну ты представляешь, вот я президент. Ты у меня министр обороны. И какой-то, я говорю, бандит. Я не бандит. Я говорю, ну я, к примеру, какой-то бандит требует отдать. Или, я говорю, Хренина там с Гулевичем. Слушай, я это никогда не пойду. Сам погибну, но не пойду. Да, я понимаю, я понимаю. Ну раз понимаешь, давай действовать. Он говорит, вот скажите, что сейчас? Я говорю, нужно остановить колонну. То есть он пошел на то, чтобы договариваться. И последний аргумент был, когда в какой-то раз, после первых переговоров, разрешите мне собрать командирову и посоветоваться. Я говорю, конечно. Конечно, ты с ними посоветуйся, чтобы потом тебя не обвинили. Где-то он, вот в 11 мы разговаривали, и в пятом часу вечера он мне позвонил и говорит, Александр Ильич, я принимаю все ваши условия. Но, что мне делать? Останавливаемся. Они начнут нас мочить. Я говорю, не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя. В контакте были с руководством России. ФСБ занималось в основном этим вопросом. С Бортниковым. Я просто настоятельно просил этого не делать. Ну, Бортник умный человек. Он сказал, я же понимаю, что может быть. Я говорю, ни в коем случае. Если они где-то остановятся, эта же колонна, когда она идет, аж километры. А тут она в кучу соберется. Чтобы не было, знаете, желания и искушения взять ее тут накрыть. Пообещали, это не будет. Я и сказал Пригожину, это гарантия. Что дальше? Я говорю, вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь. И гарантирую тебе полную безопасность и твоим ребятам, которые вот сюда продвинулись, этой колонной. Да, я вам верю. Я верю. Хорошо, в этом направлении будем действовать. И только где-то, где-то уже к вечеру, мы подошли к окончанию переговоров. Но я торопился, потому что 200 километров до Москвы. Я знал, мне Бортнику проинформировал, что там уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все. Это Путин мне уже вечером сказал, как в годы войны. Даже курсантам, мы всех вооружили, прочее, прочее. И милицию. Милиция была в резерве, полторы тысячи. То есть они собрали прилично. И в Кремле, и возле Кремля. Это было, ну, я думаю, тысяч десять. Оборняющихся. Но не готовые воевать. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте, а это как раз было где-то вот под 200 километров до Москвы, прольется кровь, и тогда все. Я говорю, хорошо, Бортников этим занимается. Тебе надо с ним связаться. Он не берет трубку. Я говорю, возьмет. Через 20 минут звони. Попросил Иван Станиславович, срочно, говорю, найди Бортникова, пусть мне позвонит. Он позвонил. Я говорю, Александр Васильевич, обязательно возьми трубку, если тебе позвонит Пригожин. У него, конечно, внутри все клокочет. Я говорю, слушай, отложи все в сторону и сделай, как мы с ним договорились. Они переговорили, он развернул колонну, и они пошли в свои лагеря.